Народ, мы дождались. Наконец-то наше, наше. Наше, родное, первая дегустация нашего пива. Сварено на новом оборудовании. Да. Что тут у нас написано? Чехе, Бехе, Кехе. А это мистер Икс. А это значит, что это у нас Дункель Вайцен. Под названием Черный Хлеб. Это у нас бельгийский вид под названием Белый Хлеб. Это Хеффи Вайцен под названием Карамельный Хлеб. Вот такая вот у нас хлебная серия получилась. Я... Давай, Кархан. А что же это у нас такое? Я бы подумал, ты во время варки ничего не говорил. Постоянно меня прятал в другой комнате. Всех мышей рабочих, да. Удавил и в унитаз смыл. Да, да, да. А это, друзья, у нас на основе бельгийского вида. Это очень-очень интересная штука под названием Фламинго. Ну, как романтично. Да, да, да. Розовый Фламинго. Ну, вы уже знаете, что это у нас с мандарином и каркаде. Будет очень необычно, очень вкусно, очень нежно. И очень светло. И очень крепко. Нет, это отдельно. Да. Я еще не пробовал. 14,5 начальная плана. Нет, не 4,5. 14. 14. 14. Тоже хорошо. Неплохо. Очень неплохо. Ну что? С чего? С чего? Давай с легких сортов начнем. Ну, тут три легких, один тройной, да? Ну, давай, наверное, схефевать начнем. Хефи? Хефи. Это что у нас? Это у нас карамельный. Карамельный хлеб. Немцы пошли первыми, да? Кластика. Кластика впереди всегда. И убьем их первыми. Уничтожим. Уничтожим. Будем уничтожать немцев. Так. Убирай эту жрачку. Кому она нужна? Ты сказала подготовить, а я и подготовила. Что ж так? Я тебя уверяю. Она не нужна. Она будет не нужна. Ну, надо же было как-то создать уют. Красота. Но цвет, цвет приятный. Такой апельсиновый, да? Да. Яркий пример, так сказать, пшеницы. Чисто-чисто пшеничный такой. Бананчиком. Я буду придираться к эфирам. Я должен найти этот банановый эфир. И гвоздичный хочу найти. Вот этими долбанными ножками копченые перебивает все. Вообще их. Прятать надо. Прятать убивает. Ну, банан слышен. Банан, да. Возьми, послышишь. Чуть-чуть, да. Ну, давай уже, да. Открылись все-таки. Запустились. Сварились. Друзья. С открытием. Всех нас. С открытием. Всех нас, да. Спасибо вам всем, кто нам помогал. Спасибо огромное. Ваша поддержка нам очень и очень и очень сильно помогала. Очень тяжело. Да. Мы их победили. Да. Начнем дальше идти. Все. Теперь уже будем развиваться дальше. Ну, уже можем работать. Уже все отлично. Теперь уже. Даже кричат. Что-то, что сейчас не лето, не жара, не погода. Хорошо. Не, не хорошо. Было бы вообще. Отлично. Не, на скорбе здесь все хорошо. Я обожаю такую. Карбонизация. Открытие полностью все идет. Замечательно. Ну, это жилье, это просто яркий пример. Классики, конечно, без всяких ярких видов. Очень классная, классическая немецкая пшеничка. Да. С очень мощным, насыщенным вкусом. Ароматом банана и гвоздички. Хорошей карбонизации. Классная карбонизация. Классная карбонизация. Классная карбонизация. Такие вот покалывания на язычке идут. Да, мы любим карбонизацию. Предупреждаем сразу. Пиво, пиво замечательно. Заря мы закуску покупали, сразу говорим. Да. Это сразу и пиво, и еда. Ну, все-таки удалось бы нам. Да. Как мы старались, старались, все-таки получилось у нас эфирный. Все, все очень, очень классно. Эфиры есть. Да. Двухотварочный метод. Все по классической немецкой технологии. Дрожжи Сафель ВБ-06. Брожение. То есть, вообще, ничего лишнего. Каноны. Немецкие каноны. Рейханзгенбот рулит. Он же доволен. Класс. Да. Ну что, допиваем, переходим к второму. Да, у нас еще предстоит много. Лето, не лето. Отлично идет. Отлично идет. Ну что, следующим номером нашей программы что? Белая буханка хлеба. Хочется хлебушка белого. Белого хлебушка хочется. Белого хлебушка. Черный хлебушек. Есть. Нападок ты. Килограммчик. Ровно. Ровно килограммчик белого хлеба. Заверните. Да. Собой. Очень удобное название. Ты куда пошел? За хлебом. А я в булочной. Что делаешь? Хлеб. Ну, ем. Нарезать сейчас будем. Так что, это что у нас? Это бельгийский вид. Ну, я знаю. Ты туда говори. Это бельгийский вид. Практически классический. Правда, немножечко крепче получился. 12,5. Начальная плотность у него. Ну, все как положено. С добавлениями пряностей. Специи. Кориандр. Мускат. Мэри. Все как положено. Идеальный представитель своего... Ну, сейчас попробуем. Ну, да. А то мы там говорим идеально. О, как хорошо. Да, да, да. Сейчас скажем. Вы по лицам увидите. Да. Очень красивый цвет, да? Мутняк такой. Ну, это так и должно. Насыщенный такой. Это мой вокал. Сочный. Сочный цвет, да? Такой, как НИИПА, типа такое. НИИПА? НИИПА. Чего? Не, название просто. Не, классно. Мутничок такой, мутничело. О, Виксер. Твою дивизию. Какой-то БАБЛГАМ с ЦИТРУСОМ. Ты варишь? Вообще, такой БАБЛГАМ. Потрясно. Нереальный. Такой БАБЛГАМ с кориандром, цитрусом. НИЖЕ БАСИТОЙ у нас ГРИПФРУТ. Да, немножко ГРИПФРУТа здесь есть, цедры. Немножко. Немножко. Совсем немножко. Да, чуть-чуть. Класс, конечно. Запах. Класс. Цвет, запах уже, уже плюс. Можно плюсовать люто. И цвет, конечно, и запах просто убийственный, ребята. Люто плюсуем. Пробуем. Понеслась. Вот это продукт. Это не продукт, это шедевр. Черт побери, коллега, вы превзошли. Мы превзошли. Все ожидания. Это что-то. Это до того потрясно. Это круто, конечно. И вкус. Ну, да, конечно. Я не могу. Я должен что-то говорить на камеру, но я не могу. Пусть, вы просто попробуете, вы поймете. У меня нет слов в это. Класс. Мы как-то делали, да? Но это еще. Ну, у меня такого как бы не получалось, да. Все-таки. Добавили немножко плюсы, немножко сюда. Техника позволяет. Все-таки есть. У меня домашняя боль. Да, контроль. Контроль. И домашним. Там же приходилось переливать. Все-таки есть какие-то доли окисления. Соприкосновения все-таки с природой. А тут чистое брожение, аккуратное снятие с дрожжей. Стерильность. Стерильность. Чистота и стерильность. И получается что-то, что-то, что-то такое. Ты говори, говори. Да. Я пока. Ну, тряс на Виктор. Ну, тряс на коммент. Но коммент. Есть. Вообще. Жрачку нафиг убирай. Прямо, да. Купили еще и деньги. Еда эта долбаная, она только перебивает таким грубым. Стереотипы, ты понимаешь, стереотипы и все. Да, надо закусывать. Грубым диссонансом врывается в нежный аромат этого шедевра. Да. Просто абсолютно левые запахи доносят. Они отвлекают. Особенно ножки. Нет, ну пиво, конечно. Что же будет дальше? Я не знаю, Виктор. Ну, я бы уже, честно, если бы не знал, что нас там ждет еще что-то. Я бы вот это забрал и пошел домой. И пошел семью вообще. Можно наесться просто хлебом. Белым хлебом. Ты заметил, она послевкусие, потом уже бананчик. Блин, бананчик. Я не стал, просто слишком много. И так вообще просто раскрывается. До того букеты вкусы. Потрясно. Многогранная такая. Вначале баблгам с цитрусом. Выпиваешь кориандр такой с пшеничкой. И такой в конце бананчик. Банан. Вообще. Да. Это что-то. Двухотварочный метод затирания. Правильные паузы. Я как-то влюбился в вид. Душа. Ну, не будем говорить. Душа пивовара. Это уже неуважительно даже звучит в некоторых местах. Любовь пивовара, скажем так. И ответственность. И ответственность. И любовь. Ну, любовь больше. Чирс. Так, какой чирс. Круто. Ну, что, друзья. Вечер перестает быть томным. Переходим к более темным сортам нашего... Вот это надо сразу... Сразу. Вот так он переходит. Это... Сразу одеть. Ушки, конечно, дать. Запотели аж. И пиво хорошее, блин. Вставляет не что так. Да. На половине вроде только остановились. Да. Так. Работаем. Работаем. Собрались. А то мы сейчас, да, не дойдем до конца. Черный хлеб. Да. Да. Бородинский. Хватит. Ты уже нажрался белого хлеба. Ну, черненького немножко. Прикусим. Да. Ну, что ж. Дункель Вайцен. Тоже классическая немецкая пшеничка. С легким, темненьким оттеночком. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Буквально. Капелюшка, да, шоколадного солода. И все приручает все по-другому. Вроде оно темное. Но, с другой стороны, не темное. А прекрасное светлое пшеничное пиво. Но, с легким, таким, черной жемчужинкой. Да. Поджаристым. А что я рассказываю? Сейчас мы, да, дадим. Там слова польются вообще, вообще хорошо. Ну, такая темненькая, да? Темно-кремовый такой цвет. Эль. Цвет такой. Очень-очень приятный. Как я люблю карбонизацию такую. Класс. Слышишь? Такой, как хлебная корочка с бананом. Нет, даже больше скажу. Такая румяная корочка с бананом. Румяная корочка, да, как пирожок с банановой начинкой. Я уже попробовал. Класс. Более, и за счет жженого солода, это шоколадная, чуть-чуть какая-то горечь проклевывается, да? Но мы не сделали супер темным, а он... Нет, нет. Некоторые его, а темное пиво у вас будет, и ну... Да, оно как бы, как бы считается темным. Ну, да, темная птичка. Ну, в каком понимании, да? Да, она не светлая. Ну, это понятно. Ну, и с другой стороны, там нету вот этой горечи. Оно пьется практически как светлое пиво, и есть немножечко... Тона, тона, легкие тона. В принципе, ведь он... Поджаристости. Да, я же говорю, румяная корочка такая. И чуть-чуть горечь проклевывается. Проклевывается. Как будто вот... Ну, бананов прям таких ярких я не слышу, но гвозди, гвоздички есть такое, да? Нет, есть бананчики. Супер есть. Я больше гвоздичку считал. Не, я больше гвоздичку слышал. А мне банан. Да? Да. То есть, у тебя есть эфир банана, а у меня... Да, как будто вот, знаешь, там вяленый бананчик и с корочкой хлеба ем. Ну, приятно тебе. Можешь поменять все? Надеюсь, что-то другое на него. У тебя пирожок другой? Убери ты эти долбаные ножки, блин, они воняют. Капец, я не могу, блин, сосредоточиться. В утилизации их. Да. Выкинь ты это мясо к чертовой матери, блин. Тут... Легкая, жидкая горечь. Вообще, легкая. Очень, очень приятная. Зачет. Да. Двухотварочный метод. Рулит. Спасибо, товарищ. Ну, перестаньте. Всегда можете положиться на меня. Особенно в дегустации. Да. Здесь я хорош, как никогда. Могу со всей ответственностью сказать, что пиво зачетное. Продолжаем. Секрет подошел. Да. Наш, наш секрет. Наш розовый фламинго. Не особо видно, да, что розовый. Ну, это освещение может такое. Да, освещение не очень. Ну, вообще, он розовый. Да. Да. Поверьте. Да. Ну, что? Фламинго. Розового цвета. Розов. Ну, такой розоватый оттенок, да? Розоватый оттенок у него. Не знаю, как видно, не видно. Ну, нам видно. Нам видно, да. И увидите. Да. Ну, что? Нюхай. Поднеслась. Ну, Виктор. Тонну мандаринки был, что ли? Вообще, такой нежный. И цвет такой нежный получился. И запах. Просто нежнейший. Нежнейший запах. Такой мандариновый. Парфюмерия просто. Да, ну, не обижай пиво. Какая парфюмерия. Такие же хорошие. В смысле это слово. Кориандр. Мускатный орех. Каркаде. Расскажите. Я готов. Мандарина. Цедра мандарина. Давай, давай, давай. Не, ну, это что-то, конечно, да. Даже мажорное звучание вот этих копченых ножек, куриных. Перебивает. Не перебивает вообще. Можно нюхать. Просто нюхать и балдеть. Класс. Класс. Ну, оно крепкое. Только пристегнуться надо. Да, знаешь, как бесприданница, когда... Ну, что игра? Когда... Сейчас его Паратов прикончит. Когда он наклеивал, типа, этикинку торгового кина и портвейно ничего. Да, и когда они коньяк там добивали. А, да, да, да. Я помню, помню, Михалков уничтожил. Сейчас не знаю, как мы будем дальше допивать. Бортершафт. Не, ну, вообще вещь, да, нежно так пахнет. Такое ощущение, что это такой вот, как сок мандариновый или какой-то вот напиток такой. Ну, вообще алкоголя нету. Да, ну, я же тебе говорю, я сейчас возле елки. У нас сейчас праздник, в принципе. Да, новогодняя такая. Такая новогодняя вещь просто. И кажется, что это ни капли алкоголя. Виктор, можно? Да. Можно попробовать? Да, трындим додолго. Все, снимай сам. Я пошла. Где ЦКТ подскажет? Да, да, да. Какой я из них? Не, ну, вообще, да, запах еще больше раскрывается. Такой бух в нос, такой мандариновый. Какой ты молодец, что делаем хорошую карбонизацию. Да, карбонизация опять плюс. Опять. Если бы не она, она бы так не раскрыла весь букет. И опять-таки бананчик в конце. Да, да, да. Раскрывается. Ну, такой ассорти еще плюс, да, ко всему, как вот было в бельгийском, в белом хлебе. А тут еще и мандариновый, и еще бананчик, да. Вообще класс. Ну, согревает, так чувствуется, да? Да, да. Зачет. Та-да-та-да-та-да-та. Сегодня просто повышается и повышается. Вообще. Чем дальше, тем круче. Потрясающе. Это, это, best of the best. Of the best best. Да. Ну, как-то так. Ну, аккуратнее с ним надо быть, слышишь, оно пьется так легко. Да, да, очень легенько, кажется, а потом... Да, 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 а потом раз, а не подскажешься, где я нахожусь. И ты уже на коленях где-то там ползаешь. Васильич! Да. Ну, ты заметил, мы вообще не прикоснулись к этой дряни под названием еда. Закуска? Да, закуска. Закуска, вообще... Она, она тут излишне вообще, просто не нужна. Есть все. И есть все. Все у тебя в стакане. Все, что нужно, ты найдешь здесь. Да. Ну, это даже как-то неприлично, что ли, принять сейчас закуску кушать. Ну, под такое пиво... Под такое пиво... Под такое пиво... Я даже не знаю, что тут можно закусывать под такое пиво. Даже обидим, мы обидим этим пиво. А что можно под такое закусывать? Я не знаю, Виктор, нет. Я же, я как бы воспринял блюдмол Хефи Ватсон, как бы, ну классика, надо что-то закусывать. Но нет. А здесь эти сорта, ну это просто... Ну, они настолько хороши. Может, дольку мандарина только... Зачем? Ну, логично. Здесь его много. Ну, что ж. Очень вкусное, ароматное, нежное, самодостаточное пиво. Слиноза крепкая. Да. Очень классно. Да, да, да. Кружева такие пивные. Да, да. Все по фэншу. Двухотварочный метод. Рули, двухотварочный метод. Для пшенички это, конечно, идеально. И наша любимая карбонизация. И наша карбонизация, да. Та-да-да-дам. О. Ба-бам. Я думал, что это именно пропало. Барли Вайн. Фёрд Днепро Брюери. Да, я не знаю. Я понял. Фёрд Днепро Брюери и коллайдер. Коллаборацион. Дмитрий, привет. Андрей, привет. Спасибо за подгон. Как раз он подошел под наше открытие. Вовремя. Да, вовремя нашей пивоваренки. Откроем мы на это торжественное событие. Да, да. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Выглядит, скажем так, впечатлением. Солидно, очень солидно. Очень солидно выглядит. Так что. Я всегда уважаю пиво в бутылках от шампанского. Может как-нибудь тоже забабахаем Я как бы только об этом за Ну что, чпохнем помаленько? Легко Давай Хрен Вообще Мое, сейчас хрен откроем Пошла, да? Пошла, да? Давай по очереди Ни хрена она Ее надо стопором Ну друзья, хрен откроешь Уже руки блин стер Вообще Запечатали так Вот и все Вот так вот Отработали, да? Да Походу мы сегодня барлевайн не попробуем Стопора-то нету Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа предупреждал вот это закрыли да дали так далее мощь но нас так просто не возьмешь если уже решили выпить значит выпьем бля ну давай давай будем наливать можно просто на тебя посмотрю блин это это вообще не пивной запах такой у какой мощный еще вообще запах такой читал финал но теперь я понимаю что такое вливаем киевином просто я не нахерец выдержанный такой в бочках такой ну мощный набор сухофруктов конечно серьезно да там юмы да там такой набор я я даже не не разберусь просто список черносливы это что-то сильно виктор давай давай ухты ёханы бабай и ю 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 нет нема и вопрос а там густую такую да и ну это блин что-то конечно крема пеновая ну да очень мощная кремовая пена каким-то сухофруктами не сухофрукты целый базар еще и сыром каким-то да вот хорошим 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 запах 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 за запах отдать что угодно можно насколько не могу говорить там и не очень дружу но запах конечно обалдеть приятные но я не не сухофрукты нюхать у меня нет слов конечно дмитрий андрей это 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 что-то это было ну еще не было это 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 еще есть что-то невероятное показа запах спасибо да запах обалдеть про конечно нюхать очень очень приятно и ну да не обычно не могу скажи на пиво необычное не пиво это что-то страшно пить такой да она 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 очень такой насыщенная очень насыщен очень насыщенная густой густой такой запах отбывает густой запах что-то возьми я даже так возьму ну ты понимаешь да что надо я не могу описать этого слышишь я не могу описать этого слышишь я не могу описать этого вкуса я попробую ну по-любому курочка жареного хлебочка ириска карамель базар сухофруктов базар не я уже сказал про них здесь они по-любому есть кислотность такая как знаешь даже больше для вина такая вот лайн да такая вот как сладость и и кислотность идет в конце ну кислотность такая приятная кислинка все-таки темный хлеб больше тут приветствуется да такой вот наш я даже не знаю у меня нет слов описать просто какие-то финики сушеные есть мы уже говорили сушеный базар здесь на первом месте ну это что-то потрясающе это потрясающе черт возьми мы такое сделаем ну надо выдерживать год этому этому чуду год я молод до подождать не надо сделать это 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 вещь конечно просто бомбез приятная подсказка приятная да я наконец-то попробовал грубо говоря барли лайн я думаю да порадуем когда-нибудь своих друзей обязательно таким чудом да обязательно да это это что-то это не должно скрываться это очень-очень-очень вкусно и очень уникально и очень необычно и классно да ну за открытие за открытие очень приятное завершение нашего вечера а еще не завершение а у нас же еще есть наш медово-смородиновый стаут которому последнюю бутылку ты спрятал я уже 78 подожди 9 сколько месяцев ты сколько спросил лет да 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 короче завершим стаутом но это 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 божественный конечно напиток это дмитрию и андрею до огромнейший респект и уважуха вы настоящие профессионалы марафон марафон уже продолжается да но наша последняя конечно супер бутылка марки бутылка практически уже в апреле до black current honey стаут это нас черно-смородиновый медовый стал все-таки мы закончим своим пивом мои больше ну ты да 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 главный скажем так мешать или видеть и фильтровать этого пива так что давай будем пробовать этот смолянистый надо то есть по возрастающей до сначала светленькие темненькие потом карамельные и сейчас жженку чернуху чернуху пойдем да тут тут без ложек конечно не обойдешься это ну и когда раз его пробовали самого начала и середина сейчас уже уже заканчиваем конечно не барливайн 3 скажу это правду другой зачем давать да тут немножко но извините тоже это очень-очень обалденный продукт сухопробный базар присутствует конечно так еще и какая-то даже как сказать не карамельность а именно поджаристость поджаристость копейность копейность поджаристость да 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 тоже очень не превзойденный просто обалденный им перцы конечно да творят чудеса да катька была права как всегда тоже фонтан просто фонтан запахов ароматов эмоций это очень серьезно напиток конечно очень такой для настоящих мужчин конечно да как всегда мы любим карбонизацию да это мы да и считаем все таки что карбонизация дополняет любой подчеркивает и очень-очень дополняет долю и вкус аромат и все остальное конечно хотят все привыкли легкую карбонизация стал отдохнуть но нет 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 это не но это очень должно подчеркнуть и просто плакать от счастья да было летом а блин вот это напиток класс да я потому что уйдем от или это ней от легких или нет я не могу это платить ну ему блин почти год я понимаю я был там я был рядом такой же да насыщенный каждый губ все лучше 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 я так не могу сухофруктный базар еще просто с кофейностью это двойной эспрессо допио допио и и в барливайне в барливайне да это конечно у нас мы можем тоже похвастаться своим продуктом я тебе скажу у нас не хуже не честно не честно у нас не хуже мы не соревнуемся но мы можем мы можем ну это прекрасно да прекраснейшее завершение своим прекрасным напитком да харьковская зерновая пивоварня открылась друзья подготавливаем над уксусная кислота все промываем тут выключили yes сразу же одеваем сюда стоит здесь все промывается чтобы не было никакой инфекции а что я по грузински разговариваю не знаю не знаю опа следующий пошел ставим ставим обнуляем так пошел и излишний излишнее давление стравливаем все оно набирается у нас итак первая партия нашего пива идет в Киев в магазин литра можно набрать там белый хлеб фламинго вайценбук колобок и жигулевская забытый вкус оно оно получилось так что все бегом краном и наслаждаться хорошим пивом дегустацию по жигулевскому и вайценбоку смотрите в следующей серии так я follow я вы и вы